Здравствуйте, с вами Ксения Ракитанская, это проект «Скажите, доктор». Когда пациент поступает в больницу с жалобами на боли в животе, его проверяют в том числе и на признаки аппендицита. Сегодня об этом заболевании мы поговорим с врачом-хирургом хирургического отделения Центральной медсанчасти Владимиром Сибиркиным. Скажите, доктор, так что же такое аппендицит? Аппендицит – это заболевание бактериально-воспалительного характера, орган в брюшной полости. Воспаляется сам аппендикс. Существует две теории. Первая теория, соответственно, бактериально-воспалительная, когда условно-патогенная микрофлора толстого ободочного кишечника мигрирует в червеобразный отросток и происходит повреждение слизистой оболочки аппендикса. Происходит воспаление стенок отростка. Основная бактерия, которая вызывает воспалительный процесс в червеобразном отростке – это кишечная палочка. В норме она не приносит зла человеку, а наоборот, выполняет участие в пищеварительном тракте, в пищеварении. Но при обстоятельствах, когда возникает гипертензия, нарушение работы клапанов, происходит миграция этой палочки непосредственно в отросток. Так как отросток заканчивается слепо, то палочка оседает там. Начинается ее размножение. Повреждается слизистая оболочка отростка, возникает его воспаление. Воспаление характеризуется от слизистой к сирозной оболочке отростка. Вторая теория – теория образования тромбов. Тромбируется аппендикулярная артерия, возникает зона некроза, червеобразного отростка. И, как следствие, приводит к перфорации этого органа. Это относится к осложнениям данной болезни, увеличивает риски. Данное заболевание коррелируется для населения в возрасте от 10 до 30 лет. Но болеть может абсолютно любой возраст. 10-30 лет, чтобы вы понимали, это основная масса людей, которые подвержены этому заболеванию. Каковы симптомы данного заболевания? По симптоматике данное заболевание характеризуется острой болью в правой подвздошной области. Но можно выделить такой этап болезни, когда боль характеризуется в эпигастральной области. Он примерно занимает до 4 часов. Затем боли мигрируют в правую подвздошную область и остаются там. У пациента может наблюдаться тошнота, однократная рвота, однократно жидкий стул. Клиника заболевания может характеризоваться различными моментами, в том числе, как расположен отросток. У него есть свои варианты анатомического расположения. Соответственно, если рассматривать классический вариант расположения отростка, то боли будут непосредственно в правой подвздошной области. Данное заболевание является острым хирургическим заболеванием, требует немедленной госпитализации в стационар с целью его оперативного лечения. Какие существуют современные методы лечения этого заболевания? Когда пациент поступил в дежурное хирургическое отделение, ему выполняется ряд обследований. Общеклинические. Общеклинический анализ крови, анализ мочи, ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Если это девушка, малый таз обязательно исследуется, потому что надо проводить дифференциальную диагностику с острыми заболеваниями гинекологическими. При исключении гинекологических заболеваний, при явной картине острого аппендицита, по анализам, лабораторным, инструментальным методам исследования, плюс клинические симптомы, мы вправе выполнить оперативное лечение. Самолечением заниматься не нужно. Данное заболевание все-таки с небольшим процентом приводит к летальности. Это в случаях, когда человек вовремя обратился за экстренной медицинской помощью. Если человек не обращается за экстренной медицинской помощью, по данному заболеванию, летальность вырастает в геометрической прогрессии. На сегодня это все. Я напоминаю, что с вами была Ксения Ракитанская. Это проект «Скажите, доктор». Задавайте нам свои вопросы в наших социальных сетях, а также на сайте ГТРК «Волга». Мы обязательно найдем все ответы на ваши вопросы. Берегите себя, будьте здоровы!